Но одно важное решение сегодня таки было принято. Это решение Белого дома о том, чтобы запретить импорт российской нефти и газа в Соединенные Штаты Америки. В общем объеме импорта нефти российская нефть составляет около 8%. И за этим решением тут же последовало аналогичное решение Великобритании в энергобалансе которой российские энергоносители составляют тоже 8%. Но это уже в балансе не только импорта, а всего энергетического потребления. То есть это весьма и весьма значительная величина. О всем этом мы сегодня вместе с Евгением Киселевым говорим с известным российским экспертом, аналитиком, ключевым знатоком рынка нефти и газа Михаилом Крутихиным. Евгений, Михаил, добрый вечер. Я приветствую вас, господа. Михаил Иванович, рад вас слышать. Как там в Норвегии? Холодно? Ну немножко подморозило, а так вообще прекрасная погода. Приятно жить в свободной стране. Это может быть подморозило, потому что говорят, что теперь надо экономить российский газ? Нет, об этом здесь не говорят, потому что в основном отапливается Норвегия электричеством. У них здесь гидростанции прекрасно работают, а газ и нефть уходят на экспорт. Вот как раз хороший вопрос задал вам мой коллега Илья Пономарев, потому что возникает главная тема сейчас, а именно нефтегазовое эмбарго, о котором объявили Соединенные Штаты. Они его вводят, не дожидаясь того, что решат европейцы. У европейцев эта тема тоже обсуждается. Но скажите сразу, вот отказ Соединенных Штатов от импорта российских углеводородов, прежде всего нефти, как я понимаю, насколько это будет болезненным ударом по российской экономике? Ну, если бы это были только Соединенные Штаты Америки, то, может быть, даже не очень болезненно, потому что объем нефти вместе с нефтепродуктами, который поступал в Соединенные Штаты, ну, где-то полмиллиона баррелей, 700 тысяч баррелей в сутки. Вот примерно так все это было. Иногда это прыгало вверх и вниз, но в среднем где-то 600 тысяч баррелей в сутки. Это безболезненно для Соединенных Штатов взять и отказаться от этого. Это можно возместить из других источников или немножко поэкономить, где-то добиться больше энергетической эффективности, энергосбережения и так далее. То есть ничего. Но для России это как бы значительная часть того, что она может экспортировать. Мы уже сейчас видим, что вот аналитики считают, считают, а какой части нефтяного экспорта Россия уже сейчас, вот в дни войны, лишилась. И приходит к выводу, что это примерно 3 миллиона баррелей в сутки. Это не только Соединенные Штаты Америки. А тут сразу несколько причин. Во-первых, ну, посмотрите, да, отгружается нефть в танкеры из России на Черном море, на Балтике. Но танкеры, ну, частью достигают своих мест назначения, а частью они болтаются где-то на рейдах или просто идут и не находят покупателя. Вот в чем дело. Проводятся аукционы на российскую нефть. Раз, аукцион проходит, а на несколько партий нефти покупателей вообще нет, аукцион пустой. Предлагаются колоссальные скидки на то, чтобы хоть кто-то заинтересовался российской нефтью. На один баррель скидка достигалась вот позавчера 28 долларов 30 центов. И все равно никто не брал на самую лучшую нефть, сахалинскую марки «Сокол», в которой очень мало серы, отличная марка легкой малосернистой нефти. Там скидка достигает 16 долларов на баррель. И все равно никто не берет, даже китайцы, которые там рядом находятся. Часть причин, она, конечно, эмоциональная. Ну, люди говорят, мы не хотим кровавой нефти. Докеры на Британских островах отказываются разгружать российские танки, танкеры с нефтью. И с большим трудом один танкер, где была нефть, компания «Литаско», это лукоиловская нефть, она все-таки смогла разгрузиться. А так это большие проблемы. Еще большая проблема с реализацией нефти – это то, что банки отказываются финансировать эти сделки. Но нужно, чтобы деньги проходили, а деньги не проходят. На Дальнем Востоке китайские банки отказались финансировать подобные сделки. Да, Россия готова отправить какие-то партии нефти. А как они пройдут к потребителю? Во-первых, потребитель не очень хочет, а во-вторых, банки не хотят финансировать. И поэтому, может быть, даже от 30 до 40% всего российского нефтяного экспорта сейчас с рынка ушло. Что дальше будет трудно сказать. Может, еще больше нефти придется придержать России, а не продавать. Ой, послушайте, Михаил Иванович, у меня один важный вопрос в связи с этим. Конечно, ваш рассказ интересен деталями. Вот я себе никогда не представлял, что, оказывается, танкеры могут выходить в море и куда-то везти нефть, не имея покупателя. Но я про другое хочу спросить вас. А вот мне приходилось слышать, скажем, из уст таких уважаемых экономистов, что, предположим, если будет введено какое-то серьезное нефтегазовое эмбарго, то цены на энергоносители подскочат так, что Россия сможет получать примерно те же доходы за счет значительно меньших по объему поставок. Это соответствует действительности или нет? Ну, то есть, условно, она будет поставлять в три раза меньше нефти и газа на мировой рынок, но цены возрастут так, что в итоге в казну будут приходить примерно те же самые деньги. Опыт показывает, что вот в зимнем газовом кризисе в Европе так и получилось. То есть, «Газпром» показал прибыль, несмотря на то, что он очень резко сократил продажу газа, реализацию газа своего или там чужого, который он подкупает. Да, меньше газа, но зато больше цена. Примерно то же самое получается. Но здесь российский бюджет что-то от этого выиграет. Потеряют российские нефтяные компании. Ну, посмотрите по новым правилам. Во-первых, по старым даже правилам, если цена барреля, по которой они продают нефть, была больше 43 с небольшим долларов, то всю разницу забирало себе государство в свои фонды. А теперь у нефтяных компаний, если они за валюту что-то умудрятся, какую-то свою нефть продавать, то 80% валюты они вынуждены будут продать государству, получить рубли быстро дешевеющие. А затем им надо будет оплатить услуги поставщикам. Вот мы специально проводили исследования в нашей компании, и мы поняли, что больше 80 миллионов Китай не может взять. Почему? По логистическим соображениям. Вот мощность нефтепроводов, мощность портов, которые могут отгрузить, добычной потенциал в Восточной Сибири. Мы все-все учитывали. Даже очень отдаленные от Китая портовые сооружения, которые могли бы что-то в Китае отгрузить, например, на Балтике где-то. Маршрут через Казахстан трубопроводный и так далее. И мы, когда все это просчитали, ну никак. Так, вот после 2020 года у нас ограничения возникли такие, которые вот сейчас не преодолеть. 80 миллионов тонн в год. Они сейчас идут. Лишней нефти вот нет для того, чтобы поставить Китаю. Это логистически. А потом, я вот очень люблю это упоминать, потому что в официальных как-то документах это не упоминается. Значительная часть нефти, которая идет у нас в Китай, она идет по газопроводу Восточная Сибирь, Тихий океан, ВСТО, или через конечный пункт этого газопровода, порт Казмино. Нефтепровода. Да, прошу прощения, нефтепровода. И практически, ну почти вся эта нефть, она идет бесплатно. Почему? Потому что китайцы уже все оплатили. Они дали огромные суммы Роснефти в свое время. Деньги эти давно оприходованы и истрачены. И Роснефть просто гасит свою задолженность перед Китаем по какой-то тоже очень хитрой формуле. Китайцы весьма довольны этой формулой, но деньги-то не поступают. Китайцы просто нефть за это получают. И поэтому, ну куда вы что будете переориентировать? Теперь насчет переориентации газа. Ну это давняя мечта, конечно, Путина. Он много раз об этом говорил, что давайте-ка мы соединим свои западные газопроводы с восточными газопроводами, и потом по нашей железной воле будем переключать потоки газа с Европы на Китай, а с Китая на Европу. Ну, во-первых, посмотрите, какой рынок для российского газа с западной стороны. Ну, примерно в лучшие времена это где-то 200 миллиардов кубометров в год. И Китай, который согласился на 38 миллиардов по силе Сибири, и сейчас еще по мифическому какому-то маршруту Дальневосточному еще на 10. Никак не сравнится европейский рынок с китайским. Это первое. Планируется вот сейчас у «Газпрома» гигантскую трубу построить с тех же промыслов, которые дают газ для Европы, через Монголию в Китае, силы Сибири 2. Но забывают упомянуть, что Китай не согласен с этой трубой, никакого согласия на получение газа через Монголию у Китая нет. И китайцы много раз говорили, что через Монголию они не согласны какой-то газ получать. Поэтому что переключать-то будут? А потом вы представьте такую юмористическую ситуацию. Председатель УСИ, российский его коллега, президент Путин, говорит, вы знаете, вот мы сейчас для вас откроем вот эту новую трубу «Силы Сибири 2» и будем вам поставлять газ в больших объемах. Но я уже объявлял об этом. И если у нас цена в Европе будет больше, мы будем этот газ из Китая перебрасывать в Европу. А если у вас будет цена больше, то из Европы в Китай. Но вы представляете себе, как на такое предложение быть, ну, как бы пешкой вот в этой игре российского президента, ответит председатель СИ. То есть там вообще ситуация смешная. Ну да, «Газпром» построит эту трубу, потому что, ну, выделят деньги и их распилят. Так, как всегда распиливали на некоммерческие проекты. Но говорить о том, что Россия вместо Европы перебросит газ куда-то в Азию, это, ну, давайте говорить, это преждевременно. Вот так вот сформулирует. Вообще, кстати, это очень интересно то, что вот сейчас непосредственно вокруг всего этого происходит, потому что сегодня товарищ Си заявил о том, что необходимо предоставить Украине гуманитарную помощь, что Китай готов этим заниматься, призвал Россию сесть за стол переговоров. Я знаю, что есть группа китайских граждан, которая была заблокирована в Мариуполе. Это китайцам очень не понравилось, потому что, когда был организован зеленый коридор, и российские военные начали обстреливать выходящих мирных граждан, это вызвало, ну, некоторое недоумение в китайском руководстве, и после этого прямо начало меняться отношение, начала меняться риторика в китайских средствах массовой информации. И поэтому какая будет их позиция, будут ли они спасать Путина и по какой цене, это, конечно, очень интересная тема. И вообще все, что сейчас происходит, я вот, мы начали наш разговор, я вспоминал мои времена в нефтяной компании «Юкос», как раз мы занимались развитием двух экспортных направлений. Мы поставили первые танкеры в Соединенные Штаты, когда их никто еще тогда не поставлял, потом этим начал заниматься «Лукоил», но первую эту идею пробивал именно Ходорковский. И вторая идея, которой мы активно занимались, это строительство нефтепровода по южному маршруту через южную оконечность озера Байкал, которая должна была вывести, соединить Ерубчано-Тахомскую группу в Увинки с Китаем. И тоже, соответственно, этот проект нам зарубили. А сегодня пришла новость, что Роснефть, которая, соответственно, грабила награбленное и все это забрала себе, все это наследие, сегодня допустила дефолт по своим облигациям. Вот мой вопрос, соответственно, в связи с этим. Как вы считаете последствия для российских нефтяных компаний происходящего? Насколько у них будут возникать проблемы с обеспечением финансирования, с капитальными инвестициями, тривиально с поставками необходимых материалов, которые нужны для эксплуатации месторождений? Во-первых, это санкции. А санкции – это значит отсутствие поставок оборудования, материалов. Не говоря уже о капиталах, которые взять неоткуда. У компании есть какие-то накопления, они что-то могут потратить, но когда у нас есть санкции, вы не получите достойного качества оборудования, вы не получите программное обеспечение, без которого компании не могут ни разведку, ни добычу вести. А санкции очень хорошо работают. Вы посмотрите, даже вот мы Китай упоминаем, китайские банки отказываются финансировать сделки по поставке российской нефти на Дальнем Востоке. То есть это уникальный случай, когда, в общем-то, они… Была надежда такая, что китайские банки помогут российским компаниям, поскольку там вот есть санкции со стороны Соединенных Штатов и вообще западных стран. Нет, китайцы не собираются этого делать. У китайцев совершенно другие цели, совершенно другие задачи. Они предпочитают быть в друзьях у тех, кто имеет силу в мировой экономике, а не защищать страну, которая, ну, наверное, в этом году у России будет 0,8% в мировом ВВП всего-навсего. Это микроскопическая страна с экономической точки зрения. Почему китайцы должны на нее обращать какое-то внимание? Вот ситуация такая, что я думаю, китайцы здесь поведут себя не просто прагматично, а антироссийски, я бы даже сказал. Вот сейчас пошли такие предложения, что давайте-ка мы вот китайцам те активы, которые оставляют крупные западные нефтяные компании, ну, как-то передадим, отдадим, продадим даже. Я не могу понять, а зачем это китайцам нужно? Ну, во-первых, китайцы где-то примерно с 2005 года отказались от затеи приобретать в России добычные активы. Последний добычной актив у них был Удмуртнефть, который они там купили после голосования. А как вы считаете, они отказались или российское правительство им не дало? Нет, 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 это было в основном, потому что они не хотели. У них было еще два эксперимента с Роснефтью, совместные предприятия, они поняли, что там все прогорает, там ничего хорошего из этого не получилось, они отказались от этой затеи. И после этого стратегически уже решили ничего, никаких активов не покупать в России. Они что могут сделать, китайцы? Ну, вот посмотрите, близко к границе построить, помочь построить газохимический комбинат в Амурской области. Ну, с одной стороны, дешевый газ, им обещает Газпром, для этого комбината по силе Сибири поставлять. А нефтехимическую продукцию единственный покупатель – это Китай. То есть это предприятие, которое включено в производственные цепочки, в производственную схему газохимической и нефтехимической отрасли Китая. Это китайское предприятие получается. Тут они согласны что-то делать. Или китайцы, например, взяли и получили, ну, приобрели долю в международном консорциуме Ямал-СПГ, а затем Арктик-СПГ-2. Но это значит, что часть продукции вот этого консорциума, она уже будет принадлежать китайцам. То есть вот Ямал-СПГ там почти 30,29% – это уже китайский. То есть когда сделали сжижный природный газ, китайцы могут его дальше взять и как будто там поставлять или себе вывозить. А для того, чтобы, ну, приобрести какие-то активы, которые оставили Shell, BP, ExxonMobil, но китайцы 40 раз посмотрят. Во-первых, эти активы, они были бы активами, а не пассивами затратными, если бы не было санкций, если бы Россия работала в нормальной деловой среде. А так это чистые потери. Вот те, кто оставил эти активы, они понимали, что продолжение бизнеса внутри России – это не будущие прибыли, это будущие убытки. Если китайцы вот этот убыточный актив в условиях санкции они приобретают, они будут и дальше действовать. И репутационные риски, страшные силы. И, конечно, убытки дальше. Да, понятно. Разве китайцам не привыкать? Там же просто есть активы на самом деле первоклассные, потому что и ExxonMobil, Marathon, Shell выходят из Сахалина. Там прекрасные активы. У Shell есть еще активы в Западной Сибири, например, Солымская группа. Есть перспективные, но это там длинная история, но, тем не менее, это очень перспективный проект в Арктике, который должен был разрабатывать ExxonMobil. Как раз часто время, по идее, скупить это по дешевке, подмять под себя, а там уж либо и шаг, либо по дешаг. Это нефтегазовая отрасль. Дело-то не быстрое. Ну, Marathon-то ушел уже давным-давно. Из проекта Marathon там давно нет. Но вот те компании, которые уходят, они свои затраты, свои капиталовложения и все издержки на приобретение этих активов, на развитие этих активов, они окупили многократно и уже очень давно. Вот о старых прибылях можно вот все это отложить. Все, деньги мы отбили свои много раз. Теперь дальше. А что будет дальше? Мы будем получать с этого какую-то прибыль? Первый прибыльный, красивый актив. Так, стоп, мы для этого актива не можем даже технологии получить, применить. Это раз. Второе. Наши компании накажут американскими санкциями. Это два. И как минимум американскими, а то и вообще полностью международными. Третье. Мы финансирование под это не получим. Мы рынки сбыта потеряем, потому что отказываются от продукции, сделанной в России, вообще произведенной все это в России. То есть, когда они смотрят, а репутационный риск, те самые кровавые нефть и газ. То есть, когда компания смотрит вперед, она видит, что вот прошлое, оно прошло, там мы все хорошо сделали, мы все получили. И Пи-Пи, и Эксенмобил. Да, прекрасный проект. И Сахалин-1, и Сахалин-2, там все замечательно. Ну, дальше-то что? Это из-за санкций, из-за войны, это убыточный проект. А ожидать? Ну, представьте себе, завтра война закончится. А что будет? Сколько лет еще потребуется для того, чтобы снять эти санкции? Опыт показывает, что не один год. Мы помним и поправку Джексона-Веника, и много-много еще, как это все снималось. А потом... Десятилетиями, Михалович. Это снималось десятилетиями. И, собственно говоря, даже вместо поправки Джексона-Веника тут же появился акт Магнитского. То есть, все равно России показали фигу в некотором смысле. Но вот о чем я вас хотел спросить. Когда пойдут европейцы вслед за американцами? Возможно ли европейское нефтегазовое эмбарго? Или никогда они до этого не договорятся? Ну вот, очень практично к этому подошли в Великобританию. Они только что приняли такое решение до конца этого года убрать полностью российскую нефть из энергобаланса. Постепенно, сначала отказываясь от заключения каких-то краткосрочных, спотовых контрактов. А потом постепенно свернуть и долгосрочные контракты. Это примерно то, что сделала Шелл, когда она сказала, что она не будет больше покупать российскую нефть. И извинилась за то, что купила одну партию. Уж очень ей нужно было тогда. Она сказала, да, мы будем еще поддерживать какие-то долгосрочные контракты. Никаких спотовых, никаких новых приобретений. Ничего этого не будет. И это все компании делают. Вот только что германской компанией Uniperk, она объявила, что она больше никогда не будет заключать долгосрочный контракт на поставку российского газа с Газпромом. То есть постепенно все, да, что-то есть старые контракты, они будут их выполнять. Теперь, если взять всю Европу, а там намного труднее. Переговоры американцы вели со всей Европой по отдельности с Францией, с Германией и так далее. Не получилось, потому что в Европе зависимость от российских поставок, это первый фактор, все-таки очень и очень велика. От газа Европа отказаться сейчас не может. Вот принимаются сейчас документы. О, мы к концу года 75 или 80 процентов зависимости от российского газа, мы это все уничтожим. Не будет такой зависимости. Мы считали, считали, считали эксперты Международного энергетического агентства. Но больше, чем на 30 процентов сокращение зависимости в этом году не получается. Но, тем не менее, к 30-му году обещают добиться полной независимости от российских энергоносителей. Не знаю, что из этого получится. Во-первых, есть постоянные клиенты и у российского газа, и у российской нефти. Там есть нефтеперерабатывающие заводы, которые зависят от именно вот таких характеристик нефти. Дороговато будет переделываться на другие сорта. Затем там есть долгосрочные какие-то связи, установленные российскими поставщиками. Тоже надо иметь в виду. И главное, там надо иметь в виду то самое пророссийское лобби, которое ослаблено, но не исчезло. Это те самые коррумпированные политики, то, что называлось шредеризацией. Этот фактор тоже нельзя упускать из вида. И поэтому вот в Европе добиться консенсуса по каким-то санкциям против России серьезным, типа эмбарго, в этот момент невозможно. Постепенно, может быть, что-то получится. Но сейчас никак. Вы посмотрите, без российского газа не могут обойтись Финляндия, Болгария, Словакия, Венгрия. То есть это критически не могут обойтись. Но а как они будут голосовать за то, что вот быстренько взять да отказаться от поставок российского газа? Не получится. Поэтому все там надо будет делать, я думаю, постепенно. У меня вопрос все-таки. Почему Россия продолжает качать газ через украинскую трубу? Вроде бы, по логике вещей, начав войну, она должна была и газ бы перекрыть. И, кроме того, есть ли угроза чисто технологическая? Вот на тех территориях, где проходит ГТС, идут тяжелые бои. Ракетные обстрелы, обстрелы артиллерийскими залповыми системами, ракетными залповыми системами. Как вообще вот это одно совместить с другим? Ну, я слышал, что две компрессорные станции были все-таки повреждены. Но там есть и обходные пути. В общем, система работает. Мало того, не просто работает. Она качает больше газа, чем зимой вот в момент кризиса качала. Примерно столько, сколько и обязался Газпром прокачивать по соглашению с украинской стороной. Ну, как это можно объяснить? Во-первых, это, конечно, экономические интересы Газпрома и российского бюджета. Это раз. Второе, это экономические интересы Украины и украинского бюджета, которым тоже что-то от этого нужно. Без этого трудно существовать. И в-третьих, я думаю, тут есть все-таки политическая сторона. Поскольку этот газ очень нужен некоторым европейским государствам. Россия демонстрирует, что она, в общем-то, может быть и не враг Европе. И что, посмотрите, нельзя ли как-то помягче. Но угрозы есть. Вот вице-премьер российский Новак, он недавно сказал, если что, мы можем вообще перекрыть. Мы можем Северный поток-1 прекратить движение газа по нему. Так что, будто российские поставки газа еще долго будут оставаться, ну, как бы, орудием шантажа, угроз, политическим инструментом для России. Ну, а с точки зрения Украины, вот как вы считаете, не было бы целесообразно так или иначе прекратить этот поток? Ну, не обязательно это официальным решением президента, типа, мы останавливаем. Ну, случайно снаряд попал, вот не может дальше функционировать труба. Вы что, хотите, чтобы я сейчас давал советы такого характера украинским руководителям? Ну, конечно, вы же топовый эксперт на эту тему. Нет, таких советов я не могу давать. Ну, да, они могут посмотреть на опыт, который имеется у России. Ну, как прекращали закупки газа в Туркменистане? Организовали там, вот с российской стороны взяли, перекрыли задвижки, там был гидравлический удар, поскольку такого давления не выдержали старые трубы на трубопроводах Средняя Азия Центр. А потом сказали, ах, извините, тут вот не имеет смысла ремонтировать, и давайте мы на этом прекратим. Это все было сделано для того, чтобы прекратить действие контракта, по которому Россия обязалась закупать газ по европейским ценам. А цены возьми и пойди вверх. И вот тогда пришлось устраивать диверсию на, ну, такую псевдодиверсию на газопроводах, чтобы прекратить этот контракт. Да, есть такой способ решения проблем. Не знаю, прибегнут украинские деятели к этому способу или не прибегнут. У меня последний вопрос, если вы позволите. Последний вопрос к вам, Михаил Иванович, даже не как к специалисту по энергетическим проблемам, а как человек, который много лет занимался Ираном, и, насколько я понимаю, до сих пор интересуется всем, что там происходит и вокруг этой страны происходит. Вот в Украине многие ворчат, почему единственная страна Запада, которая, ну, или, скажем так, страна-союзник Запада, здесь географически ее западный не совсем корректно будет назвать. Израиль не поддерживает вот так же жестко, безусловно, Украину. И на это есть вариант ответа, что израильтяне рассчитывают на Россию в вопросах, связанных с их собственной безопасностью. Что, мол, Россия имеет влияние на Иран, и из-за этого не стоит ссориться с Россией, потому что нам, мол, Россия может пригодиться в сложных отношениях с Ираном, с той угрозой, которую Иран представляет для Ближнего Востока, для Израиля. Вот не кажется ли вам, что это такие расчеты, если они есть, несколько наивные, если угодно, что Россия, наоборот, может пойти на неожиданное потепление и даже сближение с Ираном просто для того, чтобы... Евгений? Ну, нас немножко прервали. Да, вопрос понятный, да. Ну, в принципе, понятно. Объяснений, формальных объяснений, позиции Израиля у меня нет. Есть подозрение, что да, в Израиле думают о том, что, возможно, каким-то образом Россия сыграет роль, ну, как она играет роль в Сирии, например, сыграет какую-то роль и в отношениях с Ираном. Но я бы тут не обольщался, потому что роль России в Иране, она микроскопическая. Иранцы совершенно спокойно могут принимать и политические, и военные решения, и экономические решения, не оглядываясь на Москву. Поэтому расчеты имеют под собой очень слабые основания. Спасибо вам большое. Мы держим связь, будем еще приглашать вас в наши эфиры, будем смотреть за развитием этой ситуации с нефтяным эмбарго, насколько оно будет разрастаться. И, Михаил, вы все-таки подумайте на тему того, стоит ли останавливать газовый поток через территорию Украины. Мы обязательно об этом еще поговорим. Если бы я его останавливал и пускал, да. Хорошо, спасибо вам большое и удачи вам. Спасибо большое. До свидания.